Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я поняла, что это катастрофа Что я не знаю, что брать Мне хочется для него купить абсолютно все И все такое яркое, красивое И побольше Для меня было важно экономно собрать Роберта в школу В тот период слава отходила от травмы Я работала одна И вопрос экономии стоял очень остро Благо, что у меня есть опытные подруги Направили в правильное русло И я им за это благодарна Аня Кушнирук и Марина Борженская-Узилкова Уверены, что их советы Помогут сэкономить И сократить расходы практически на треть У меня у самого сына Я тоже участвую Во время сбора в школе Но, честно говоря, то, что Аня с Мариной Так сэкономили, я этого не верю Разве что, если они сами не ищут Люкзак, пеналь Или же ту же самую форму Сделать руками своими? Да, да Вы нам не верите Я не верю Спокойно, Микаэль Ты знаешь, что рядом же с тобой сидят Не просто замечательная мама и сын Это же участники нашего эксперимента У нас есть видеоматериал Из которого мы узнаем Как Светлана собирала ребенка Мы определим основные ошибки Которые совершают родители Собирая ребенка в школу Важно отметить Что в первый раз Светлана не покупала Все нужные товары А только приценивалась Светлана с Яромиром Разом склали перелик Усего, что нужно до школы Они вырушили на школьный ярмарок Прицениваться за списком Добрый день Добрый день Мы хотим в тетради С котиком Чи с ведмедиком 48 чи 24 аркуши Как сделать правильный выбор Я больше хочу вот такую Нам надо 24 Нет, все равно я хочу такую Кого-то я узнаю И такую еще надо? Хорошо Договорились Какие у вас есть ручки? Шариковые? Да, шариковые нам ручки нужны Попробуй, тебе удобно? Нам нужны карандаши простые Линейка Есть и металлические, есть пластмассовые, есть деревянные Дальше ластики Вот 5 гривен Карандаши цветные Мам, я хочу такие Хорошо Пластилин, какой у вас есть? Ой, мам, мам, мне нужно такой пластилин Тебе нужно 10 штук? Да Яромир любит лепить Теперь нам еще нужен альбом Вот такой Ой, мам, я сильно хочу такой Яромир, мы же еще дневник забыли Святлана с Яромиром Підошли до ответственного выбора Щоденник О, мам, я хочу такой дневник С яркой, красивой альбом Яромир прямо ценитель прекрасного Все ему нравится, красиво Мы вот такой возьмем тебе Нам нужен пенал Ну покажите нам такой вот с наполнением пенал Основное наполнение то, что на первый случай пригодится в школе Сынок, ну я тебе и так уже уступала Все, все выбрала то, что ты хотела Давай возьмем дешевле Просто борьба Борьба Ну хорошо, ладно Отже, коли Святлана притянилась до канцелярии Загальна сумма склала 793 гривни При выборе канцелярии Светлана совершила целых пять ошибок Из-за которых она значительно переплатила бы Какая первая ошибка? Ошибка заключается в том, что вы отправились на школьную ярмарку Вместо того, чтобы пойти на рынок На котором на самом деле можно абсолютно все купить Минимум на 15% дешевле Школьная ярмарка это удобно Они практически по всему городу И казалось бы все концентрировано Но вопрос цены Вторая, какая ошибка? Вторая ошибка это составление списка вместе с ребенком Список должен составлять учитель Потому что кто, как не она, знает, что нужно для учебы И естественно, лучше ходить туда без ребенка Когда я в первый раз пошла с Робертом Я ей накупила все ненужное Потому что он хватал все подряд Он говорит, мама, вот эту хочу тратить Я хочу такой дневник А я хочу такую ручку А мне нравятся такие карандаши И я пошла у него на поводу Можно и договориться, и справедливости ради советоваться с учителем Потому что многие учителя выдают список заранее Но можно еще раз подойти и сказать Действительно, все это нужно покупать сразу Или что-то можно будет докупить на второе полугодие Приведу пример Калькулятор, который написан для деток Которые идут в первый класс и во второй класс Они им не будут пользоваться Но он уже в списке покупок Поскольку это самое начало учебного года Родители вынуждены покупать абсолютно все Поэтому можно просто узнать Когда ребенок будет пользоваться калькулятором Сразу или можно во второй полугодие разбить эту сумму Вот я один из тех родителей, который купил калькулятор И он у нас лежит благополучно на полочке Ну, представляешь, Михо Мой сын вон сколько лет назад в школе учился, как и все А я и не догадалась ни разу, что можно у учительницы спросить Что не стоит покупать? Я тоже не догадалась об этом Всегда советовалась с другими мамами Ну, естественно, с Яромиром, что ему нужно Мы тоже советовались, то и так далее Все-таки первый класс, первый раз Все, а по поводу калькулятора, то, что вы купили, оно все равно не стареет Наоборот, долг взяли, инфляция сожрет этот долг Как бы рано или поздно Какой же ты оптимист Да Ну, Михо, ну зачем ему пылиться на полке? И лишние работы добавлять еще, обтирать это все Ну, правда, правда, свободные деньги Потом ребенок что-то хочет, ему нужно это купить Нет, не могу, денег нет Зато калькулятор берите Ну, зато да Вы знаете, везде сэкономишься на такие простые вещи Которые, ну, у меня в голову не влазят Чтобы сэкономили 33% А вот это мы тебе расскажем Мы переходим к третьей ошибке И что же это за ошибка? Многие родители стараются самостоятельно, отдельно Купить какие-то, в общем-то, вещи из списка к школе Дело в том, что выгоднее гораздо покупать все это дело оптом Можно объединиться с другими родителями И разница в цене будет очень даже принципиальной Поэтому найти нескольких идейных родителей Они есть всегда И просто-напросто на базаре, на рынке Там, где дают хорошие скидки Мы можем купить оптом для всех малышей Хорошую канцелярию Так как у нас, например, в школе Мы покупаем оптом вместе И так получается гораздо дешевле Потому что ты берешь не одну тетрадь или две А ты берешь 200 тетрадей Не одну ручку, а ты берешь 50 штук сразу же Но я все равно не верю, чтобы в вес экономии 33% Итак, четвертая ошибка Роберт у меня любит все очень яркое И обязательно дневник у него должен был быть с яркими страничками Но зная то, какой он несосредоточенный и невнимательный Ему нужно все брать максимально так, чтобы не отвлекало его от занятий в школе Учителя тоже не рекомендуют дневники, которые со страничками, да, с всякими стишочками, цитатами и прочее Это очень отвлекает детей Гораздо больше денег можно сэкономить, которые в итоге вы потратите правильно Потому что вы купите одинаковые дневники практически всему классу, все вместе И они не будут такими разукрашенными Это очень мешает детям учиться Я согласен, когда у всех одинаковые дневники А если каждый пошел со своим И как-то ребенку неприятно быть с черно-белым дневником Должь быть с самым ярким Поэтому я покупаю Роберту черно-белый дневник с яркой обложкой Таким образом у него будет яркий дневник Но в то же время он не будет отвлекать ребенка на уроках И такой дневник, он гораздо дешевле Ну вы такие экономики, ну вообще, ну ладно Конечно, потому они тут и сидят И у нас осталась пятая ошибка, которую допустила Светлана, покупая канцелярию Вот хочется купить пенал, который будет красивым, ему будет наполнен канцелярией Но этого делать не стоит Во-первых, это дополнительный вес, который ребенок будет каждый день носить с собой Каждые вот эти 100, 200, 300 грамм в итоге складываются в несколько килограмм Который ребенок на себе регулярно таскает Рюкзак не Яромир носит, а я ношу, потому что он действительно тяжелый Гораздо проще купить небольшой пенал, аккуратный, который будет легко открываться В нем будут... Вот, например, да, вариант? Да, абсолютно верно Вот такой пенал, который будет не марки, очень просто открываться И там будет то, что ребенок использует каждый день Ручка, карандаш, возможно, стирательная резинка и небольшая линейка Если говорить о качестве канцелярии, которые помещают большие пеналы Чаще всего она будет гораздо ниже, чем те предметы, которые вы купите отдельно Более того, там может быть и транспортир, и какая-то длинная линейка, и треугольник, и какая-то особенная точилка Что попало? Дети не пользуются этим каждый день, туда еще блокнотики какие-то подсовывают Кстати, Михо, ты сейчас будешь, может быть, и смеяться, но мы с Олей Волковой делали пенал своими руками И детям, которые получили этот пенал в подарок, очень понравилось Это было и индивидуально, и удобно, и немного времени потратили Мне этот способ сэкономить нравится И, кстати, вот подобные пеналы продаются такие, знаете, пластиковые, что ли, прозрачные Ребенку в младших классах очень удобно Ему видно, что там находится, что взял, что нет Ну, еще один совет от меня, как от маньяка, который борется с бактериями Можно продезинфицировать и протереть, да? Потому что здесь в темноте вводятся всякие нехорошие бактерии Совершенно... Неожиданный поворот! Неожиданный! Да, я бы это даже думала И покупайте бактерии на школьном рынке Итак, еще одна ошибка – это покупать дорогой большой пенал, укомплектованный канцелярскими принадлежностями Лучше купить небольшой пенал и самостоятельно заполнить его тем, что необходимо ребенку Что-то ты уже прийтих, Михо Они меня убедили, согласен, по поводу пенала, да Давайте посмотрим, сколько они потратили денег на канцелярию, применив советы наших экспертов Светлана и Матуси из Батьковского комитета вырушили на рынок по канцелярию для всего класса Нам нужны тетради, клеточку, 24 листа, 250 штук Он для хлопчиков, для девчаток? Для тых и для тых Ой, аж прям мне нравится Ну, отлично Ну, конечно, оптовики такие пришли Для девчаток, кипаковка мы Вон именно с дочкой 6,50 Нам еще надо 10 альбомов для рисования Пластилин, краски Так, по списку у нас все, да? Спасибо Вы нам скидку сделаете, как оптовым покупателям? Скидочку! Пятьсотки в 10 Нет, давайте 15, мы берем много товара О, отлично! Ну, давайте на 15, думаю Вы счастливите, школьника? Цветочка, ну какая умница? Все советы учла Скоро ставшись порадами наших экспертів Светлана тільки на канцелярии Заощадила понад 300 гривень Это просто невероятно! Но это еще не все Собирая ребенка в школу, большую часть бюджета Занимает траты на одежду, спортивную форму и обувь Давайте посмотрим видео, как Светлана выбирала одежду и спортивную форму Без советов наших экспертов О, спортивный костюм Физкультура! Тоже любимый предмет Какую цену ваши брюки? 300, я из-за 350 Рубашечки у вас, какую цену? По 200 рубашки вот такие есть Угу А тебе нравится такая рубашка? По дороже 250 Такая, вот такая, мне такая больше нравится Давайте мы прикинем Нормально Да Сколько? 200, да, вы сказали? Да, эти по 200 Одяг и взуття – это левая частька витрат до школы Сколько? 700, да? 700 О, кроссовки Угу Скажите, пожалуйста Вот эти, в какую цену? 5 325, да? Давайте мы померяем вот такие 37 размер Отже, брюки, сорочка, туфли, кроссовки и, конечно же, рюкзак После того, как Светлана приценилася до одягу и взуття Загальна сумма склала 2675 гривень Сколько ошибок совершила Светлана? Две основные ошибки Итак, первая ошибка – это покупка спортивного костюма Штаны должны быть отдельно у ребенка Должна быть футболка И можно также взять тонкую кофту с длинным рукавом Тело запаривается, детская кожа На ней могут быть разные высыпания Из-за того, что, да, Анечка, ты подтвердишь Ну, потому что мои бактерии здесь Бактерии, поэтому максимально нужно, чтобы была комфортная одежда Обычно это хэбэшка, которая хорошо впитывает влагу Я понимаю, ты с точки зрения пользы для ребенка А экономия от этого будет? Она существует, да? Экономия колоссальная, потому что костюм, как нам известно, он очень дорого стоит А если купить отдельно футболку, отдельно брюки, это будет гораздо дешевле А потом на более холодную погоду можно докупить кофточку с длинным рукавом И в чем здесь экономия? Если мы два раза покупаем одно и то же Нет, совсем нет Мы покупаем брюки хлопчатобумажные, натуральные, хорошие, в которых ребенок занимается Покупаем ему одну футболку и одну такую же футболку, но с длинным рукавом И в зависимости от того, теплее или прохладнее, ребенок, собственно, меняет вот эти две кофты И это очень удобно, потому что вот эти кофты или олимпийки, которые идут вместе со спортивным костюмом Это просто практически целлофановый пакет, в котором ребенок, если будет заниматься, то он будет потеть Да, мы будем тратить лишнюю сумму Более того, он эту кофту будет терять по сто раз в день Поэтому две вещи должно быть на ребенке, вверх и вниз Тогда у него есть шансы прийти домой одетым А если три, это уже не работает Ты маньяк! Вокруг бактерий, и он все время что-то теряет Хорошо, а у вас не так, я понятен могу Ну это так, это так Как тебе, Яромир, живется без спортивного костюма? Прекрасно И у нас осталась последняя ошибка, которую совершила Светлана Что это за ошибка? Я обратила внимание, что вы там совершенно не торгуетесь Вам ту цену, которую называют, вы ту же сразу готовы заплатить Я признаюсь, мне торговаться вообще всегда как-то было сложно Думаю, ну как-то неудобно, да Если вам, как маме, как папе тяжело торговаться, вы стесняетесь Берите с собой группу поддержки Мам и пап и коллектива Можно пропихнуть практически любую цену Это работает идеально Если приходят две-три мамы, а еще и папа с ними замечательными Отдают практически бесплатно Михо, я думаю, что этот способ тебе понравился Ну в этом случае, честно говоря, торгуется моя жена Марина говорит Микаэль, ты постой Отдельно я сама подойду, разберусь И она так нависнет на продавца Мне иногда, ну, хочется сказать Неудобно, да? Подергать, сказать Ты чувствуешь себя Анечкой Да, ну, давай уже возьмем Умеет правильно торговаться Ну вот это у меня точно такой же слава Ну а теперь, Михо, тот момент, которого ты ждал все это время Мы подсчитаем, сколько же удалось Светлане сэкономить руководствуясь советами Анечки и Марины Тож, почавши торгуватися, Светлана отримала знижку и на все инше за списком Просто умнички и с удовольствием Дослухавшись порад наших экспертів При покупке одягу, взуття и рюкзака Светлана смогла заощадить майже тысячу гривен Подведем итоги Начальная сумма Когда мы ходили прицениваться, была сумма 3468 гривен Столько бы света и потратила, если бы не наши советы Такая тяжеленькая сумма Да, ты прям как будто на боксе показываешь 3468 раунд Так, а я теперь другую сумму хочу здесь написать Давай 2197 гривен Экономия составила 1270 гривен, там еще с копейками Представляете? Так это даже больше, чем рассчитывали 36% экономии Согласитесь, сумма тоже достаточно значимая И можно потратить ее по-другому Ну что, а Рая? Убедительная такая Вот видишь, Михаэль Наконец-то Михаэль сдался Спасибо огромное за помощь Мамы молодцы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин